Верховный суд обязал доказывать честность при покупке дешевой недвижимости. Владельцы АЗС начали повышать цены на бензин. Национальный клиринговый центр перестанет принимать доллары в качестве залога по сделкам. Озон впервые вышел на операционную безубыточность. Верховный суд ограничил право инвесторов претендовать на квартиры при банкротстве застройщика. Эти и другие экономические новости мы обозреваем с вами сегодня. Рад всех вас приветствовать. Всем бодрого начала дня. Я сейчас в поездке на сборах по триатлону в Сочи. У нас тут ударные тренировки и не очень удобно записывать с видео. Поэтому сегодня будет голосом. Итак, российский фондовый рынок несколько воспрял за последние несколько дней. И вновь воодушевил своих инвесторов. А американский рынок наоборот пошел вниз, чем также радует сегодня патриотов России. Тем, что наконец американцы пошли вниз и все это был отскок дохлой кошки. Нефть преодолела снова порог в 100 долларов за баррель и дорожает. Ну а доллар, смотрите, какая красивая цифра, как на вещевом рынке, где все цены круглые. Спортивный костюм 2000, кроссовки 1000, шнурки 100 рублей, доллар 60 ровно. Биткоин без существенных изменений так и колеблется в диапазоне 20, 21, 22, 23 тысячи долларов. Сейчас 21, 400. Верховный суд обязал доказывать честность при покупке слишком дешевой недвижимости. Покупатель, если вы как покупатель покупаете слишком дешевую недвижимость, то вы должны будете доказывать свою добросовестность. Сделка может быть признана недействительной, если покупатель не докажет, что он был не осведомлен о противоправной цели продавца. Вот интересно, как можно доказать, что ты о чем-то не осведомлен, на каком предмете надо поклясться. Это в том числе касается недвижимости у банкротов. В честь чего Верховный суд об этом задумался. Он рассмотрел жалобу конкурсного управляющего, который оспаривал сделку о продаже компании банкротом земельного участка 15 соток, у которого рыночная цена была более 2 миллионов рублей, кадастровая 1,6 миллиона, а продали реально за 222 тысячи рублей. И вот оспаривают, что мол надо было продавцу соображать, что не просто так он в 10 раз дешевле рынка покупает землю. Национальный клиринговый центр перестанет принимать доллары в качестве залога по сделкам с 29 августа. А все больше и больше начинает волноваться в национальном клиринговом центре о том, что так или иначе заблокирует возможности работы с долларом. Ну и собственно все больше начинает минимизировать работу с валютой. Ну конечно имеется ввиду доллар и евро. Алроса восстановила экспорт алмазов почти до уровня начала года. В начале года, когда начались санкции, Алроса существенно потеряла в своих позициях по поставкам алмазного сырья. Но сейчас они начали лихо продавать свои алмазы покупателям в Индии и Европе. Причем большая часть направляется именно в Индию. То есть какой процесс происходит сейчас? Алроса отправляет алмазы в Индию, там с них отшлифовывают отражение березок и балалаек и продают уже в остальные страны мира, как совершенно хорошие нормальные алмазы. Доля иностранных депозитов в банках Казахстана выросла вдвое за полгода. Причем начала она расти с начала марта по какой-то загадочной причине. Все больше инвесторов стали открывать счета в банках Казахстана. Ну вот в частности я открыл там тоже счет конкретно во Freedom Finance. И для того, чтобы перевести туда валюту, поскольку хранить доллары в России, в российских банках сегодня весьма-весьма проблематично. Ну и кроме того, чтобы за рубежом иметь возможность использовать карточки. Риэлторы заявили о снижении предложения арендных квартир в Москве на 20%. А в июле спрос на вторички пошел вверх. И часть владельцев квартиры снова решила их продавать вместо того, чтобы сдавать. А до этого с весны некоторые собственники перестали продавать недвижимость и поставили ее на сдачу в аренду. Но сейчас забирают обратно и желают продать. Россия третий месяц подряд удерживает лидерство в продаже нефти Китаю. Вторая по величине, второй экспортер это Саудовская Аравия. Но и в последние недели страны Евросоюза вновь стали активно наращивать закупки. Готовясь к вступающему в силу в декабре эмбарго на покупку российской нефти. Вот так. Центральный банк оценивает масштаб заблокированных активов. Он ждет от коммерческих банков планы по работе с заблокированными из-за санкций активами. И они оцениваются примерно в несколько миллиардов евро. Но в банках новых предложений предоставить ЦБ не смогли. Видимо, когда их спросили, пришлите свои предложения. Они нарисовали на листиках грустный смайлик и отправили в ЦБ. Владельцы АЗС начали повышать цены на бензин. Кто-то скажет, разве это новость. Но вот оказывается, что не так уж и сильно. По крайней мере, по данным Росстата, средняя цена бензина с начала года выросла всего лишь на 0,5%. Даже на 0,4%. Вот так. Если следите за ценами, напишите, действительно ли это так, что цены на бензин выросли всего лишь на 0,5%. Это вот к вопросу про инфляцию. Когда мы говорим, что инфляция какая-то очень высокая и не 17% Росстатовских, а реально гораздо больше. Обычно люди просто смотрят какие-то позиции, которые их наиболее возмущают. Которые они наиболее замечают. Но вот если действительно так, что цены на бензин выросли всего на 0,5%, то не на все выросли столь сильно цены. АЗОН впервые вышел на операционную безубыточность. Во втором квартале он получил прибыль наконец-то 200 миллионов против 9 миллиардов убытков в аналогичном периоде 2021 года. Смотрите, как интересно. Компания основана в 1998 году. И впервые в своей истории за 24 года существования показала положительную прибыльность. Раньше терпению и спокойствию люди ездили учиться в Тибет. Теперь, видимо, этому будут обучать инвесторы ОЗОНа. Производство косметики запустят в Дубне, в Подмосковной. Начнут производить косметику с биоактивными пептидами, как бы зловеще это ни звучало. Продукция будет выпускаться под торговой маркой «Навуар». Красивое такое название. Крем «Навуар» звучит гораздо привлекательнее, чем крем «Дубновский». Это уже скорее что-то для лечения варикоза, наверное. Глава Минэнерго Болгарии заявил, что стране придется начать вести переговоры с «Газпромом», поскольку болгарские предприниматели не могут позволить себе платить больше 130 долларов за мегаватт-час. И поэтому переговоры с «Газпромом» неизбежны. Вот так после Молдавии к закупкам газа у «Газпрома» планируют вернуться и Болгария. Сначала гордо отказались, потом гордо передумали. Верховный суд ограничил право инвесторов претендовать на квартиры при банкротстве застройщика. Частные инвесторы в недвижимость не смогут теперь претендовать на квартиры в случае банкротства застройщика. К такому выводу пришел Верховный суд. Согласно его определению, они могут рассчитывать личную компенсацию со стороны региональных фондов защиты прав дольщиков. И то, если те достраивают дом, а не на сами квартиры. Вот так. Так что если вам не повезло, и вашу квартиру не достраивают, и застройщик банкротится, то теперь претендовать на квартиры будет уже намного сложнее. Приложение Сбербанка опять удалили из Апстор. Из цифрового магазина Апстор пропало предложение Сбол, которое давало возможность клиентам Сбера с айфон получать банковские услуги. Сбол был создан на замену ранее удаленному приложению Сбербанк Онлайн. От момента появления Сбола в каталоге и до фактического удаления прошла неделя. Целая неделя потребовалось американцам, чтобы уловить подвох. Надо было назвать предложение просто выгодно и точка. И тогда бы все было хорошо. На этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск новостей. Рад был всех заочно видеть. И совсем скоро у нас стартует бесплатный онлайн марафон первые шаги в инвестировании. Много что будем разбирать, кучу базовых нюансов. Если актуально, то пожалуйста присоединяйтесь. Ссылка будет под видео. Жду вас. Друзья, у меня для вас хорошая новость. Мы стартуем бесплатный онлайн марафон первые шаги в инвестировании. Начинается новый учебный год. Пора включиться в работу, разобраться в том, что происходит, какие есть возможности, опасности. Будет 7 дней огненного контента. Мы полгода назад проводили этот марафон. Для многих было очень полезно. Но за это время многое изменилось. Пора актуализировать информацию. Кроме того, многие люди только вновь к нам присоединились. Надеюсь, для вас это будет полезно и интересно. Будет специальный канал в Телеграм. Будет чат общения с единомышленниками. Будет прокачка ваших знаний во многих сферах инвестирования. Начиная с АЗОВ и чуть более сложные вещи. Будут дополнительные материалы, которые я для вас подготовил. Ну и конечно будем обсуждать с некой поправкой на то, что сейчас происходит. И собственно, чего ждать далее. Кому будет интересен данный марафон? Всем, кто интересуется темой создания капитала, создания пассивного дохода. Вы получите массу информации, чтобы разобраться и с вопросами. Что делать с валютами, с недвижимостью, с фондовым рынком. Какая есть собственно основа для всего этого. Какие есть стратегии базовые. Как формировать портфель. И многое другое. Многие АЗО. Более того, в канале, в Телеграм канале, в котором будет проходить марафон. Уже я разместил некоторые подготовительные базовые материалы. Поэтому, чтобы ничего не пропустить. Проходите по ссылке под этим видео. Добавляйтесь в Телеграм канал. Изучайте базовые подготовительные материалы. Если у вас есть знакомые, кому актуальная тема финансовой грамотности. Отправьте им тоже ссылку на этот канал. Пусть они тоже присоединяются. Друзья, родственники, знакомые. Уверен, это будет полезно, ценно и интересно. До встречи на марафоне.